Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите свой комментарий. Сегодня стали известны последствия кражи миллиарда. Депутат Блока коммунистов и социалистов, заместитель председателя ПКРМ Рейдман считает, что долг за газ образовался из-за кражи миллиарда. Заявления прозвучали в передаче на ТВС-21. Казалось бы, откуда долг вдруг так подскочил? В 2014-2015 году. Это последствия кражи миллиарда. Тарифы были в леях. После кражи миллиарда и кризиса в банковской системе курс доллара взлетел, собрав то, что необходимо было в леях. Не удалось купить необходимое количество долларов, поэтому накопился долг, заявил Рейдман. Он подчеркнул, что сейчас у Молдовы будет время текущих платежей и долга. Увеличение тарифов может привести к неплатежам. Не станет денег для расчета в Газпром. В таком случае долг будет накапливаться. Это нехорошо. В свое время, в 7-8 году, даже в 9-м, у нас тоже был какой-то исторический долг. Но текущие платежи уплачивались день в день, в полном объеме, отметил политик. Он задается вопросом, что дальше будет с регулированием валютного рынка, чтобы помочь Молдова-Газ покупать необходимое количество валюты для расчета с Газпромом при угрозе задержек платежей. Это комплексные вещи, которые нужно как-то между собой связывать и координировать, добавил депутат. Напомним, банковский скандал вспыхнул в Молдове в 2014-м, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу были втянуты три молдовских банка – Юнибанк, Банка Социала и Банка де Экономии. Один из крупнейших банков страны, где треть акции принадлежала государству. Через эти учреждения выдавались плохие, то есть явно невозвратные кредиты в крупных размерах, что поставило банки на грань финансового краха. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составила 15 миллиардов лив, что к 15-му было сопоставимо с 15% ВВП страны, но ничего не помогло. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся. В начале 15-го для расследования кражи века молдавское правительство пригласило специалистов американского детективного агентства Кролл. В отчете, представленном детективами агентства в декабре 17-го, указаны страны, в которых отмывались деньги, из молдавских банков. В основном это Латвия, но были задействованы также Китай, Россия, Эстония, Швейцария, США и другие страны. Часть денег оказались на Кипре и в Гонконге. Детективы отмечают, что это не конечные пункты назначения, но дальнейший путь денежных потоков пока не ясен. По данным сыщиков, координацией процесса занималась так называемая группа Шора, 77 компаний и физлиц, связанных с мэром Молдовского города Аргеев, бизнесменом Иланом Шором, мужем российской певицы Жасмин. Об этом же группе говорилось и в первом отчете детективов, обнародованном в мае 15-го, в июне того же года Шор. Был приговорен к 7,5 годам тюрьмы за несение материального ущерба в особо крупных размерах, с помощью обмана и злоупотребления доверием. По решению суда Шор будет взять под стражу после вынесения окончательного приговора вышестоящим судебным инстанциям. Сейчас он находится под судебным контролем. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.